добрый день хочу сделать такую вот вещи я уже снимал видео про вот эту шлифовальную машинку как говорил она как странно то работает то не работает вот поэтому ну честно говоря мне не нравится и пользоваться и слабовато может для каких-то таких вот для полировки какой-то она самое то ну вот что учета там под и но обычно снятие краску там лак какой-то еще чуть мне такой нужны с деревом работы там пожил нужна такая не металлы полирует поэтому мне надо помощничать вот но россия уже купил выкидывать как-то жалко меня родилась идея переделать ее в эту из за вот такой в эксцентриковую потому что она сейчас как работает здесь вот платформа там ну я уже рассказывал в том видео если кто глядел ну может сказать что не глядели вы вот там мы просто есть двигатель там в такой диск на нем смещен центр тяжести с одной стороны больше металла с другой меньше и он когда крутится его чуть колбасит вы ее держите у вас в руке колбасит и она шлифует если вы у вас рука сильная вы надавили с двух сторон то есть ее колбасит но очень мало потому что вы сильно придавили вот вот такая система работ поэтому у меня родилась идея сделать эксцентрику то есть снять вот эту платформу снять наверно тот диск сделать какой-то другой может быть оставить тот же вот может быть кусок вот здесь отпилить лишнего и вот не допустим есть наждачная бумага на 125 для примера вот взять вот так кусок вот такого вот пластика к этому сэндвич панели не сэндвич ну не знаю вот внутри он довольно такой мне как-то мягкий гнется снаружи он прочный вот уголочек здесь вот как раз отстает то есть я его от вот это вот сниму вообще чушь какие планы вот из такой вот его пластика тоже вот это вот кусочек от окна откос ну или из какого-то другого что сейчас вот и не так глянул одним глазом у меня небольшие кусочки большого нету может быть из фанерки я сделаю круг чтобы его закрепить и на валу то есть тут что будет гайка или винт или какие-то подложить надо будет там вырезан шести угодно то есть он придется вот эту вот штуку саму делать так как я не могу вылить целиком сюда значит вот к допустим подложить гайку сюда еще что-то все склеивать такую вот как сказать как пирог из слоев потом вот как крайний потом до всем это приклеить к этому там где тут она будет закреплена вот здесь это отклеится сюда наклеите она продается липучка и уже цеплять эти вот можно купить и целую что-то я где-то обычно они 300 чем-то на в одном как в магазине находил за 100 чем-то вот но не знаю стоит ли возиться около 1000 стоит бульмени уже такой нормальный нормальный эксцентриковая в это вот поэтому конечно охота сделать из говна конфетку то есть это не то что мы сейчас сэкономим получается от куплю дешевый самый потом переделаю будет у меня там вот это экономии здесь не получится это просто так так вот сложилось что я вот это купил она у меня есть уже ну чтобы не выкидывать вот попробую сделать а так специально такого делать не надо вот отклеивается и он такой довольно что еще может вот вы можно и купить и тогда как-то там какой-то переходничок довольно будет просто но мы не ищем легких путей опять же вот он лежит без дела так то сейчас я начал нажму паузу буду разбирать и рисовать кружки выпиливать тут ну как говорится ничего сложного нет кружочки рисовать еще в школе в младших классах учат вырезать вот вырезать чтобы он было ровно наверно придется как я сделаю я сделаю в начале чуть чуть больше а потом уже может быть когда поставлю на прибор тогда я его ну раз ключом будут крутиться его может чуть-чуть уже подровняю так ну и вот сейчас пауза потом и ну видим какие-то моменты в процессе я буду снимать но ну и конечно конечный результат так что итак продолжаю снимать вот разобрал этот шлифовальный вот ротар чё я думал вот сюда нарезать резьбу что тут верни снять наливал нарезать резьбу и привинтить но сейчас я думаю сделать по-другому просверлю просто здесь 45 ну сколько-то отверстий между вот этими и на гаечке на винтики привинчу сюда но здесь вот где вот видите вот он за счет чего он вибрирует что здесь вот больше металла здесь меньше вот сюда подложить надо будет шайбочки чтобы плоскость вот ну видите здесь интересно подшипники все такие вот скольжение чего интересного показать ну не знаю пыли не так уж и много но двигать почему-то щетки и шли идут здесь это если поглядеть по моему не видно будет или нет плохо не видно но они почему-то не по центру вот этих а по краю вот ну то есть вот такая ситуация вот останется у меня вот эта штука которая для ну и к ней хочу приделать ручку будто она такая ручной шлифовалка вот такая вот ситуация решил переделать еще этот не из вот этой делать как потому что то я не уверен что он выпилится ровно а сделать отдельно из пластмасса выпилить лобзиком подровнять и вырезать из резины допустим из коврика от мыши старого ну и подложить вот так вот сделать такие вот ну еще для окончательно не определился не знаю точно какой вариант выберу так что сейчас опять пауза продолжаю переделывать вибро шлифовальную машинку в эксцентриковую вот просверлил 5 отверстий то есть через одно здесь вот мы видим вот эти как раз здесь 10 вот таких вот этих вот вначале размечал долго что-то это потом понял что все это фигня и ровно все равно не получится поэтому делал их на глаз вот просверлил все получилось ну сломал к сожалению сверло китайское дешевое вначале она погнулся его выпрямил вот оно такое вот такие скажем первые потери этом поприще дальше чуть-чуть вот здесь вот это мне просверлены были здесь а по разметке но они не совпали чуть-чуть с этим поэтому пришлось чуть-чуть над фельком расточить теперь все совпадает диаметр отверстий 3 миллиметра следовательно берем на 3 винтики и все это сейчас будем собирать вот сюда вот подложим вот вы видим здесь неоднородность вот ну как это выше здесь это бы эксцентрик был вот сюда подкладывать будем шайбочки ну я думаю все равно эксцентричность останется если не останется то ну всегда мы сможем чего-нибудь там привинтить грузик какой поэтому останется вот то есть будет видимо привинчено вот это я еще до конца не решил это вот это потом наверное вот в этой будут выпилены соответствующие пять тоже отверстий побольше вот под шляпки винтиков и приклеена вот это сюда то есть такой блин две эти склеятся идеально пластмассе на и вот сюда вот будет уже наклеена вот это вида подровнять соответственно вот она вот сюда чик и все а сюда еще наклеить липучку то есть не путь вот эту часть которая до липучку на котором будет лепиться вот можно еще просверлить отверстия для выхода этих ну вот это я сейчас уже буду дать не знаю буду или нет делать ну вот сейчас короче пауза значит буду привинчивать вот это тут ничего ну сами понимать ничего сложного все они как сейчас я их стыкую по вот этим просверливаю потом подгоню склею потом привинчиво потом склеиваю все потом уже клею вот это но это надо подогнать подровнять вот видите она не круглая наверное сейчас возьму к дедушке в гости эту штуку там мы на ленточном и общине своем шлифовальном во дворе подшлифа шлифану пока не сильно холодно на улице все эти до тверстия сверлить то есть такая же переделывать и шлифовальную машинку вот уже начинает подобретать вид предел диск что я скажу я сделал здесь ошибочку здесь мы видим половина толще половина тоньше это сделал чтобы она была эксцентричным и дергался вот я почему-то решил что алюминий будет плохо или чуть заметал не проверял магнитом ну что он будет плохо сверлиться и поэтому сделал три отверстия вот где потоньше и два потолще все сделал через один надо было сделать наоборот почему потому что вот этот метал какой-то легкий тонкий вставляю этот винт две гайки соответственно добавляю сюда массы так как здесь три а на этой половине два соответственно сюда массы добавлено больше чем сюда соответственно уменьшил уменьшается вот эта вот составляющая вибрационная эксцентричная вот стану я немножко исправил сюда накрутил три гаечки вместо две ну можно еще чем-нибудь зафиксировать брезьбу здесь сюда вот какой-то там было капнуть вот дальше чем не теперь а ну и видите он получился немножко не по центру кривовасто но это я думаю не проблем что сейчас я буду приклеивать вот этот ну соответственно он должен так вот вибрировать поэтому если он будет скажем вот так вот вращаться они вот так вот немножко вот так то это не ну не беда для данного случая мне кажется вот здесь я наметил отверстия прежде чем как привинчивать вот сейчас я их просверлю широким толстым сверлом чтобы вот эти вот влезли с шайбочками ну и соответственно вот это наклеивается и что у нас получается и у нас получится что ну вот плоскость уже сейчас на нее уже буду клеить можно сразу клеить купить вот которая это с такой нот с мягенькой вот такой штучкой с липучкой продаются нички при фигачить можно вот как я сделаю вот вот короче говоря вот так вот такие продвижения и так настал момент истины доделал я переделку вот она что у нас получилось вот наклеил такую вот под ложечкой этот для круга вот так получилось немножко можно было чуть чуть поровней сточить ну как если так пойдет вот и сто двадцатая наждачка почему сто двадцатая потому что купил со скидкой оба она чуть чуть больше ну так видимо должно так 6 минутку вот итак вот получилось что у нас наклеили мы и сейчас мы даже можем вот включить так и так скажу сразу что у нас получилось шлифмашинка стоит 279 рублей 10 сейчас плохо видно два года назад сейчас она стоит где-то на сотню дороже еще вот купил я вот эту вот липучку она стоит вот здесь плохо видно восемьдесят девять рублей того 279 плюс восемьдесят девять это у нас получается 368 рублей затраты мои прямые ну плюс какие-то винтики были использованы гаечки вот этой кусок время там то есть наверное пришла в негодность на одна наждачка вот для гравера ну то есть порядка чего у нас четырехсот рублей на мне получается обошлась вот сейчас делать я такую как говорится не рекомендую то есть как я уже сказал я уже это наверное говорил долго делал снимал что специально покупать такую делать и в эту наверное смысла нет а вот если вы купили она вас вам не понравилось то смысл наверное есть переделать потому что ну затраты небольшие ничего сложного а получается в принципе вроде как и неплохо сейчас мы попытаемся вот давайте что сделать сейчас зажмем вот брусочек мне кусочки и поглядим что получится будет шлифовать не будет будет ли заедать вот сейчас мы поставим чик снимаю с руки 4 лени и этот искать не искать вставить штатив вот поэтому так вот с руки сейчас посмотрим что получится вот видите за секунду уже совсем другой цвет так а что у нас получается я там в одном месте под но у меня выелась ямочка в этом я подклеил вот клей немножко вылез сейчас это нам не очень мешать ну то есть вы видите что совсем другой вариант почему она бьет вверх вниз вот мне немножко непонятно может быть из-за того что одной рукой в принципе она как не предназначена для таких вот вещей ну сейчас давайте паузу нажимаю по и так производительность стала намного лучше чуть-чуть почему-то она как-то вот и вот в этой плоскости немножко колбасит но это надо видимо сильнее нажимать но если сильнее зажимать ее как скажем немножко можно легко затормозить и 135 ватт довольно слабый двигатель ну в принципе и что-то делать можно какие-то вещи вот так что все буду экспериментировать вот видите но производительность повысилась сразу вот я вот за секунду вот снял такую фасочку когда он был просто виброшлифовальным он ничего не не брал вот и в принципе вот короче да вот так спасибо за внимание всего доброго удачи удачных самоделок переделок